Более двух тысяч солдатиков смогут увидеть соровщане на обновленной экспозиции «Бородинское сражение. Музея военно-исторической миниатюры после окончания карантина». Вячеслав Лапашов совместно с сотрудниками создает и дополняет диораму уже около 20 лет. Пространство 2 на 3 метра пополнится макетами зданий, укреплениями, фигурками военнослужащих, участников знаменитой битвы Отечественной войны 1812 года. Союзники Франции, то есть это Бавария, это Вюртенберг, это Австрия, то есть вот то, что было на Бородинском поле. Русская армия, естественно, добавляем, казаков добавляем, еще ополченцев еще добавляем, русские войска добавляем. Ну немножко, ведь это уже как бы третья итерация, да, то есть сначала было одно количество солдатиков, потом мы докрасили, добавили еще. С Евгением Артемичевым есть такой великий человек в нашем маленьком городе, с помощью которого мы, собственно говоря, делаем эту диораму. Ну и, естественно, с помощью нашего молодежного объединения победителей. Почти готова экспозиция «Битва под Москвой» 4 ноября 1612 года ополчения Дмитрия Пожарского и Казьмы Минина с польскими войсками. В нее войдут фигурки солдат размером 54 миллиметра. Сейчас в связи с режимом самоизоляции дорабатывать диораму сотрудникам приходится на дому. Часть элементов успели подготовить до карантина. Деревянные домики, сейчас вот Кремль делаем, да, то есть задничек нарисовали Кремля. Дмитрий Пожарский, вот как он, вот в фильме он выглядит, смотри, кто смотрел старый фильм, да, вот он там с булавой, вот он прям вот так и выглядит. То есть реальные люди, которые выполощены вот в Олове, их можно увидеть. Ну и, естественно, стрельцы, это Нижегородское ополчение наше, да, родное. Все две диорамы уже можно посмотреть. Ну и вообще просто перед, даже перед 9 мая, я надеюсь, что все будет хорошо, вот, и люди смогут к нам прийти и посмотреть. К празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне сотрудники музея планируют подготовить диораму «Штурм Берлина». В ней саровчане смогут увидеть фигурки солдат Красной Армии, которые атакуют здание Рейхстага со знаменем, а также поверженное войско вермахта. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова